Да, пожалуйста, описание своего проекта с помощью понятий системного мышления. Так, я расширю сейчас экран. Я просто, мне, возможно, через два часа придется уйти. Если мы задержимся, то я до конца не дослушаю. Так, видно? Да, видно. В общем, применение системного мышления к проекту создания инструмента автоматической аннотации или разметки данных. Что то же самое. Тут я все порывался написать вместо применения, опять попытка применения, потому что все-таки я уверен, что у меня есть ошибки. Но в целом после нескольких операций работы с таблицами, с моделированиями, все-таки есть какой-то уровень понимания применения системного мышления к проекту. Первое, что какая модель, это метамодель, это описание по трем основным областям интереса. ЦРН называют это разговором в лифте, то есть за какие-то полминуты надо рассказать, в чем проект и о чем он. Соответственно, есть разбиение по областям интереса над системой, целевой системой и системой создания. У ML-команд, компаний, работающих над созданием, обучением нейросетей, есть потребность в огромном количестве размеченных данных. На данный момент разметка происходит в основном специально обученными людьми, но ручная аннотация стоит дорого и происходит долго. Поэтому предлагается система автоматической разметки данных, которая позволит существенно снизить стоимость и минимизировать участие человека. Система автоматической аннотации данных будет содержать нетребованный к ресурсам клиентский модуль для интерфейса передачи и получения данных пользователям, который можно установить на любой ноутбук или персональный компьютер. И высокопроизводительная серверная часть для обработки и подготовки исходных данных и для произведения непосредственной разметки. Разработкой системы занимается команда отдела компьютерного зрения компании, использующая agile методологию, state-of-the-art методы программирования, управления проектами и современные средства разработки. Тут сразу захотелось мне проверить классические свойства систем, что системы, о которых я говорю в описании по трем областям интереса, они действительно системы. Поэтому первая система – это ML-команда, которая работает в компании, и плюс рабочее окружение, включающее в себя как раз инструмент автоматической разметки данных. Эмержентное свойство такой команды – это создание обученной нейросети и модели. Собственно, это рабочий продукт деятельности этой команды. Целостность команды состоит из ML-инженеров, DevOps-инженеров и физических инструментов, компьютеров, серверов, а также программных инструментов, которые они используют в работе. Вложенность. И, собственно, эта ML-команда вместе с инфраструктурой является частью основного офиса предприятия. Офис, тут имеется в виду, это материальная база, инфраструктура плюс сотрудники. Инструмент автоматической аннотации данных. Я пометил, что мы… Ну, тут среднее выделено другим цветом. Это как раз все, что относится к целевой системе. Эмержентное свойство – это создание размеченного датасета, являющегося рабочим продуктом, собственно, этого инструмента. Целостность состоит из клиентской серверной части. В серверную часть входят контейнеры с моделями, которые выполняют специфические задачи, специализированные сервисы очереди сообщений, база данных, хранилища изображений и другие модули. И по вложенности является частью рабочего инструментария, собственно, вот этой ML-команды, создающей обученные нейросети. Тут по аналогии я брал как бы оргзвено, я держал в уме аналогию с работником, у которого есть молоток. Собственно, работник плюс молоток – это оргзвено. И вот мы создаем молоток для того, чтобы он использовал для создания какой-то своего рабочего продукта, например, забитый гвозд. Поэтому тут у меня, в принципе, все пазл складывается. Из системы создания команда – это команда разработчиков со своим рабочим окружением. Это уже наша команда. и эмиржентное свойство этой команды – это создание, собственно, инструмента автоматической разметки данных как рабочего продукта. Состоит из разработчиков и физических инструментов, но точно так же, как и команда, которая создает обученную модель, мы создаем инструмент, и, собственно, разработчики, физические инструменты, DevOps и так далее – это составляющая части системы. И по вложенности являются частью филиала предприятия. Филиал предприятия – это имеется в виду тоже материальная база, инфраструктура плюс сотрудники. Дальше я промоделировал по мета-модели таблицы 3х3 область интересов и ролей. С ролями инженера и менеджера было относительно легко, потому что я в той или иной степени затрагиваю и исполняю часть из этих ролей сам. С предпринимателем было максимально сложно, поэтому там максимально общие формулировки. Если начать с целевой системы и инженерной области интересов, то тут у нас роли – это архитектор и разработчик. Они работают по методам проектирования и программирования, и рабочие продукты – у них закрытая задача, чаще всего у разработчика. и сам инструмент аннотации данных в воплощении собственно является рабочим продуктом. Также у архитектора – это архитектурная документация, концепция системы и дизайн системы. описание, то есть описание системы с точки зрения архитектуры. Также в инженерной области интересов – это product owner, который по методу изучения юзкейсов и другим практикам по сценариям использования системы составляет концепцию использования системы и юзкейсов в виде документации тоже. На самом деле я в какой-то степени исполняю роль и архитектора, и разработчика, и product owner. И по инженерной части также исполняю роль организатора разработки, скрам-мастера и немного девопс. Тут в инженерной области интересов и области интересов систем создания соответственно вот эти поддерживающие роли организатора разработки девопс, скрам-мастер по методам управления практиками разработки, по методам девопс и по методам внедрения и поддержки практик скрам получают рабочие продукты. Это, собственно, выбранные. Какие практики должны быть исполняться в команде постановка этих практик и разработка и поддержка платформы разработки. То есть с чем коммуницируют, на самом деле, в основном разработчики. Это система контроля версий, это система task tracker и так далее. В менеджерской области интересов project manager это тоже частично моя роль. По методам учета для внешних ролей, по методам коммуникации с заказчиком, а именно там конференц-коллы и письма, получаются рабочие продукты. Довольный заказчик, я указал как рабочий продукт, тут я немного не уверен, что это верное определение. Во-первых, потому что заказчик, не знаю, можно ли называть заказчика ролью, но я почему-то написал. Почему-то мне кажется, что если не так, то в какой-то степени, в каком-то виде должно присутствовать здесь что-то похожее. И, соответственно, также рабочими продуктами являются отчеты двухнедельные, gate review. Gate review у нас каждые три месяца, то есть каждый квартал. И, собственно, отчеты являются продуктами project manager. и в процессе коммуникации еще есть там рабочие продукты, например, follow-up письмо, которое после каждой коммуникации суммирует, какие action items есть после этой коммуникации. В области интереса целевой системы и менеджерской области интересов операционный менеджер находится, тоже частично моя роль. И по методам операционного менеджерства и планирования, получается, рабочие продукты – это актуальная доска задач по проекту, то есть формирование задач с назначением на исполнителей в ролях. Также рабочими продуктами по факту являются промежуточные результаты согласно плану работы. Это прототип, релиз или инкремент. Инкремент у нас происходит как раз на каждой двухнедельной итерации. В области интереса систем создания я исполняю роль тим-лидера, IT-администратор, HR-бухгалтер – это уже, слава богу, не мои роли. И по методам лидерства, администрирования, найма и бухучета создается рабочий продукт, это команда, собственно, которая исполняет, работает над созданием инструмента. И команда, которая, собственно, готова встать и исполнить необходимую роль, встать в роль и исполнить практики по этим ролям. Вот тут в области предпринимательской тут, наверное, более-менее очевидна роль бизнесмена, который, собственно, должность, на самом деле, я тут имел в виду директора нашего филиала, но роль как раз бизнесмен, и он осуществляет стратегирование, инвестирование в конкретные проекты и создает рабочие продукты, стратегии предприятий. Тут более-менее мне понятно, кого поставить сюда. Ну вот здесь было сложно область интереса целевой системы, предпринимательская область интереса. Визионер, она указана в стандартной табличке 3х3, и мне сложно поставить сюда конкретного исполнителя, поэтому, наверное, и сложно было понять, что сюда написать. Но в общих чертах, да, это по методам оценки спроса на, собственно, инструмент или на проект, на какой-то рабочий продукт. И по методам оценки целесообразности разработки получаются рабочие продукты, это отчет от целесообразности разработки. То есть, например, мы используем свое решение или используем готовый инструмент. То есть, самое изначальное решение о том, делать ли, запускать ли проект или использовать просто готовый продукт. Соответственно, исследование рынка. Частично какие-то рабочие продукты все-таки тоже из этой области у меня есть. Это в самом начале у нас по проектам, когда ставится решение о том, что мы будем делать в течение года. Там есть исследование рынка, его делают я, но на самом деле решение о том, делать или не делать, оно приходит сверху. То есть, частично очень маленькую часть от этого, от этой области интереса затрагиваю я, но в основном решения принимаются вне моей зоны компетенции, моих интересов по роли. Соответственно, вот здесь максимально было сложно, кто такой продвиженец применительно к нашей системе. Мне сложно сказать и оценить это где-то на уровне как раз главного офиса. Но в общих частях можно сказать, кто это и какие области интересов. Это по методам просвещения, продаж и исследований новых, например, новых применений к продуктам. Получается рабочий продукт в виде документации. Миссия видения, концепция развития, концепция применения и расширения использования. Я частично видел документацию по вот этим рабочим продуктам, но мало что могу про них сказать. Там они очень высокоуровневые. Например, один из них документов, который я видел, это использование развития чуть ли не на десятилетие направления искусственного интеллекта в компании. То есть там было исследование о том, о трендах современных, что искусственный интеллект используется все чаще и чаще, используется так-то, так-то, и нам нужно что-то свое в этой области. Так, тут по табличке вроде все. Следующая метамодель это цепочка создания. Тут тоже я пометил цвета нашу систему, инструмент автоматической разметки данных и включил сюда как раз и рабочий продукт, потому что для рабочего размеченного датасета наша система является системой создания. То есть тут по факту приземления до физического мира есть цепочка. Соответственно, что непосредственно меняет целевую систему, это как раз команда, о которой я говорил, плюс инфраструктура, с которой работает моя команда для создания этого инструмента. Вторая в цепочке создания это наши предприятия, тоже это имеется в виду сотрудники плюс инфраструктура. И третья в цепочке создания это главный офис предприятия, которая создает вот эти филиалы в разных странах, которые создают команду, которая создает инструмент автоматической данной, которая в итоге дает рабочий продукт в виде размеченного датасета. Дальше есть метамодель по системному разбиению, но она в принципе уже оговорена, в принципе тут в виде таблицы отдельно. То есть целевая система инструмента автоматической аннотации данных. Тут можно взять в качестве надсистемы другую надсистему, например, это в целом инструментарий или платформа для работы с большими данными и машинного обучения в рамках компании. То есть он включает в себя инструмент автоматической данной тоже. Тут в эту платформу включены также системы по хранению, обработке изображений, по созданию нейросетей и так далее. То есть тут больше такое инфраструктурное разбиение. И эта платформа включена в цифровую экосистему компании, которая кроме работы с AI включает в себя работу например сайты внутренние, внешние какие-то базы данных, списки сотрудников много чего. Сам инструмент автоматической аннотации данных содержит клиентскую часть и серверную часть. Они функционально бьются клиентская часть соответственно прием и передача данных и серверная часть непосредственно обработка. И если подсистему разбить еще дальше, то клиентская часть например бьется по интерфейсу и по какой-то визуализации функционально серверная часть может функционально разбиться еще по базе данных, хранилищу, менеджеру сообщений и так далее. Тут это последняя табличка. Я попытался собрать некоторые внешние проектные роли и принять решение о том учитываются ли их интересы или нет в итоге при создании системы. Точнее учитываются ли их предпочтения при реализации ролевого интереса. Если рассматривать ML-инженера, который в итоге будет пользоваться продуктом, то ролевые интересы у него можно выделить такие, это качество разметки датасета, скорость разметки и уровень автоматизации. Предпочтения у него по этим интересам высокое качество, высокая скорость и высокий уровень автоматизации. Из них мы реализуем предпочтения, соблюдаем это высокое качество, скорость разметки высокая, мы не сможем сделать, потому что процесс автоматизации подразумевает все-таки использование большого количества моделей в итоге и нужно выбирать из чего-то, что уровень автоматизации высокий либо скорость разметки высокая. Соответственно, мы выбираем скорость автоматизации и постараемся сделать скорость разметки хотя бы средней. Инженер DevOps, который в итоге будет разворачивать инструмент на новом оборудовании, это роль, предпочтение у него низкая сложность разворачивания. Мы считаем, что это предпочтение будет соблюдено. Также есть внешняя проектная роль, это поставщик платных ML-моделей. Тут имеется в виду ML-модели, которые тут поставщик слэш-разработчик, владелец. ML-модели имеются в виду те, которые мы используем в итоге на высокопроизводительном сервере, которые нам автоматически соответственно выполняют куски работы. его интерес собственно отчисления за использование этих моделей, предпочтение, что они есть, но мы в рамках команды решаем, что это предпочтение не будет соблюдено, и мы будем использовать опенсорсное решение. Соответственно, тут есть через один разработчик опенсорс моделей, его рулевой интерес, но тут также слэш владелец, слэш поставщик, соблюдение условий лицензирования и его предпочтение, что эти условия соблюдаются. Мы соответственно решаем, что мы конечно же соблюдаем эти условия, чтобы не привести к фатальной ошибке, чтобы это не привело к фатальной ошибке. Насчет инженера поддержки, внешняя проектная роль, то есть уже на развернутой системе, его интересует сложность поддержки. Тут тоже категориально предпочтение, что эта сложность низкая, и мы пытаемся сделать так, чтобы учесть этот интерес и сделать так, чтобы это действительно было низко. Внешняя проектная роль инвесторов в проект. Вот тут у меня немного сложность с пониманием, какая действительно это роль, я назвал ее роль инвестора. Изначально тут был заказчик, но заказчик все-таки это не роль. Наверное, инвестор в проект больше подходит, возможно, что-то еще лучше подходит. у него ролевой интерес есть выполнение KPI, которые были заданы в самом начале проекта, и предпочтение, что все KPI достигнуты. Мы ожидаем, что этот интерес будет соблюден. Также под вопросом, но я это включил, проектная роль конкурент и ролевой интерес у него это применение его инструмента вместо нашего. То есть повсеместное применение. Ну, даже не повсеместное, хотя бы применение этой задачи в рамках нашей компании. Предпочтение, что он применяется, мы, естественно, не учитываем эту роль, не учитываем этот интерес и говорим, что у нас будет свое решение. Тут можно сделать градацию, насколько частично, например, применяется его инструмент вместо нашего, то есть сначала наверняка это будет 100%, если мы используем другой инструмент, но у него предпочтение есть 100%, да, а мы не удовлетворяем это предпочтение и мы на самом деле реализуем так, что его продукт будет сначала 100, потом 50, потом 20, потом 0. это все, что я хотел сказать в принципе по проекту. Отлично, отлично, спасибо большое, Алексей. Да, хочу обратить внимание сразу на последовательность изложения, как Алексей построил свою презентацию. мы идем от целевой системы и от ее действия, от того, какое поведение она оказывает в надсистеме, кто пользуется этой целевой системой. Это центральный момент и нашего курса, и подхода системного мышления вообще. И потом уже разворачивается вся остальная конструкция, кто работает, как работает, какие цепочки создания. Это очень важно. Так, разогнение изложения Продолжение следует...